Добрый вечер! Мы продолжаем уроки по Хумаш Памидбар. Недельный раздел Корах, который сегодня с Божьей помощью попробуем закончить. Содержание этого недельного раздела известно. Корах и его сообщники выступили против назначений, которые сделал муж, которые внешне выглядели несимпатично, сам муж пользуется царской властью, своего брата назначил первосвященником, свое племя левитов назначил вместо первенцев служителями соборного шатра, передвижного храма. Все эти назначения были сделаны по указанию свыше. Но вопрос, верили ли люди в том, что это было так, или подозревали в том, что Моше здесь ведет себя как обычный руководитель, который старается не забывать о своих родственниках, близких и так далее. Известный, как был разрешен этот спор, разрешить его мог только сам Всевышний, потому что спор сводился к одному вопросу, действительно Всевышний повелел об этом или нет. Поэтому только он сам мог здесь проявлением своего выбора доказать. Моше предложил следующую вещь. Пусть все те, кто имеют претензии против его назначений, попытаются сделать, выполнить одну из работ в службе храма, а именно воскурение благовоний. Пусть в назначенное время придут к соборному шатру с своими совками, с благовониями, и пусть попробуют сделать воскурение. Кого Бог изберет, тот останется жив, а кого не изберет, тот... Так и было. И в результате Корах и его сообщники погибли. Но, несмотря на то, что, казалось бы, на этом весь раздрот должен был прекратиться, он не прекратился. И на следующий день народ возроптал, у них были новые претензии к муше Ярона, что вы погубили народ Божий. То есть те, что казалось вождей восстания, Кораха, который претендовал на место предосвященника, Датана, Аверам, по отношению к ним не было никаких претензий. Но что касается остальных сообщников, 250 именитых мужей народа Израиля, здесь была претензия. Они не собирались быть священниками, они не требовали для себя места священников. Они всего-навсего, как говорят комментаторы, были первенцами. И у них до того были права на службу в храме. Это они хотели себе и вернуть. То, что муше заменил первенцев на свое колено, на левитов, вот это вызвало их гнев и, как они считали, незаслужную обиду. За это они и боролись. Муше же предложил им испытание воскурения благовоний. А воскурение благовония – это работа для священника. К ней они негодны, да, они и не пытались. Поэтому то, что они погибли в результате воскурения благовоний, по сути дела ничего не доказывает. Конечно же, они не могли, и они не имели права воскурять благовоние. Они же не священники, и не собирались ими быть, и не просили этого. Их спор был только с левитами. Вот в чем была претензия. Читаем мы 17 главу книги Баминдбар, 7 стих. «И когда собралась община против мужей Аарона с этими претензиями, то обернулись к шатру собрания, и вот облако покрыло его, и показалось видение славы Бога». Это признак шлины. «И пришли мужей Аарон к шатру собрания, и сказал, Бог, отделитесь от этой общины, я истреблю их мгновенно. И они полениться». А Рамбан спрашивает здесь, почему нужно было отделиться от общины. Если Всевышний хотел наказать бунтовщиков, то почему нужно сказать, «Бушей Аарон, вы отойдите подальше, что вы имеете в виду, что сейчас здесь как взорвется какая-нибудь бомба, как жахнет, так вы уж соблюдаете дистанцию?» Рамбан, ведь понятно же нам, что Всевышний способен истребить мором множество нечестивцев, стоящих вокруг одного праведника. Они все погибнут, а он уцелеет. Так же было в Египте во время гибели первенцев. Могли три человека спать в одной кровати, первенец, который был посередине, погибал, а все остальные оставались живы. Такими словами, возможности Всевышнего не ограничены. Поэтому если нужно покарать грешников, то их можно покарать, хотя они будут стоять на расстоянии 10 сантиметров от праведника. И праведнику ничего не случится. Почему же тогда сказано было Мужей Аарону отойти? След Рамбана на это, что есть разные ситуации. Есть ситуации, в которой наказываются отдельные люди, и тогда это происходит с хирургической точностью. Наоборот, хирургическая точность – это слабая пародия на точность возмездия Всевышнего. Но здесь было то, что он называет мака-клолит. Подобного рода макот-клолио, то есть общие, тотальные, его словами, подобного рода тотальные удары. Когда они развиваются, то поражают все и всех вокруг. И для того, чтобы человек, которому не причитается, который не должен попасть под этот удар, для того, чтобы он выжил, должно произойти чудо. А поскольку общее желание – это минимизировать чудеса. Поэтому совершенно естественно, что Всевышний Скал Мушей Аарону отойдите. Отойдите, потому что то, что пройдет сейчас, это макак-клолит. Это такой общий, тотальный удар. Тотальная кара. Это тотальные кары, способные истребить вместе всех стоящих там. Только способные, предназначенные для истребления всех стоящих там. И если только не будет совершено особое чудо для того, чтобы спасти отдельных людей. И подобными повелениями, то есть, тогда вопрос, если есть возможность проводить что-то с хирургической точностью, а есть другая возможность, при помощи таких тотальных кар, то почему в данном случае Всевышний воспользовался тотальной карой, а не хирургической. Подобными повелениями, продолжает Ромбан, Всевышний дает нам понять, что необходимо просить о милосердии и искуплении. И Мушей тут же поспешил это сделать. То есть, это был здесь намек, что идет сейчас тотальная кара, и необходима молиться, потому что будет сейчас катастрофа. Читаем дальше. И они пали ниц. Начало молитвы. И сказал Мушей, Арону, возьми совок и положи в него углиц жертвенника, и положи курение благовоний. И поднеси скорее к общине, чтобы искупить их, ибо уже вышел гнев от Бога. Начался мор. Вот она, эта тотальная кара. Мор. Мор, который не разбирает правых и виноватых. И взял Арон, как говорил Мушей, и побежал среди общества. И в народе уже начался мор. И он положил курение, то есть, благовоние положил на угли, и тем самым искупил народ. И стал он между мертвыми и живыми. И вот тогда мор прекратился. И было умерших от мора 14 700 человек, кроме погибших из-за коров. И возвратился Арон к Мушей, ко входу в шатер собрания, после того, как мор прекратился. Почему здесь было избрано такое, в первый взгляд, странное средство, которое должно было остановить мор? Понятно, прежде всего, все зависело от молитвы. Но в голосах людей действие, которое было произведено, это воскурение благовония. Раши говорит, почему мор был прекращен именно с помощью воскурения благовония. Потому что сыны Израиля злословили о воскурении, говоря, что это смертоносное средство, из-за которого еще раньше погибли надавы Авиум, из-за которого погибли 250 человек, тех самых, которые пришли вместе с корохом оспаривать назначение Мушей. Сказал Всевышний, ну вот сейчас вы увидите, что на самом деле это не смертоносное орудие, а воскурение останавливает, способно остановить мор, а если что-то умерщвляет, так это грех, а не воскурение. Так объяснил Раши, на фоне того, что мы сказали раньше, почему вообще возник тот самый робот. Вещь становится еще понятнее. Робот был именно из-за того, что люди утверждали, что Мушей Арон погубили эти 250 мужей, именитых мужей из народа Израиля, которые не претендовали на то, чтобы быть священниками. И то, что им подсунули воскурение благовония, это было нечестно, поскольку это воскурение благовония, как это было доказано из предыдущей истории с надавы Моавью, оно способно умертвить тех, кто не имеет права на воскурение благовония. А эти 250 человек, они не имели права, да и не собирались воскурять благовония, потому что не хотели быть священниками, не требовали этого для себя. Вот им подсунули подобную смертоносную штуку. И то, что их погубили, это было нечестно. Здесь пришло доказательство. Сама по себе эта вещь, воскурение благовония, она безобидная. Более того, не только что она не вредная и не смертоносная, при ее помощи можно наоборот, при ее помощи можно погубить людей, при ее помощи можно исцелять людей. Все зависит от того, когда и как, и в каких условиях ей пользуются. А если что-то действительно губит людей, то это грех, то это неповиновение закона. Вот почему мор был остановлен именно с помощью воскурения благовоний, поскольку именно это действие и было, и вызвало тот ропот и тот спор, который возник на следующий день после гибели Кораха, его сообщения. И сказал Бог Муше, говори сынами Израиля и возьми у них по посоху от каждого отчего дома и от всех их вождей двенадцать посохов. Напиши имя каждого из них на его посохе, а имя Аарона напиши на посохе колена Леви, ибо по одному посоху для каждого отчего дома. То есть здесь не было два разных посоха, один для Аарона в качестве главы семейства Коаним священников, а еще один посох для колена Леви. Поскольку Аарон относится к колену Леви и по одному посоху на человека, стало быть, его посох представляет все колено Леви. И положи их в шатре собрания перед Ковчегом там, где я являюсь вам. Кстати, почему это так? Снова это будет понятно в свете того, что сказано раньше. Ибо вопрос о том, быть ли Аарону Коаном или кому-то другому быть Коаном священником вместо него вопрос этот уже решен. И он не стоит на повестке дня. И этот спор закончился с гибелью Короха. Сейчас другой вопрос. Левиты или не левиты? Кто будет служить в соборном шатре? Первенцы, которые служили раньше, или левиты, которыми первенцы были заменены? Поэтому выставляется поэтому выставляется здесь посох Арона, который представляет не семейство Арона, а представляет колено Леви. И дальше. Посох человека, которого я изберу, говорится, Всевышний, расцветет. Хотя это посох, высохшая палка, она расцветет. И я уйму недовольный ропот сынов Израиля, которые они поднимают против вас. То есть, несмотря на то, что был мор, и несмотря на то, что этот мор был остановлен при помощи воскурения благовония. При всем, при всем, при том, Всевышний хочет еще очевидного, явного доказательства избрания колена Леви. И говорил уже с нами Израиля, и все вожди дали ему по посоху. По их отчих домам двенадцать посохов, и посох Аарона среди их посохов. Не с краю, а посреди. И положил Муше все посохи перед Богом в шатре Откровения. И было на следующий день, когда Муше вошел в шатер Откровения, и вот расцвел посох Аарона из дома Леви. Распустился цветок. Показалась зависть и появились плоды миндаля. Некоторые комментаторы уточняют, что когда Муше вошел, он увидел только, что посох расцвел. А затем, когда он вынес, то на глазах у изумленных вождей колен произошло дальнейшее развитие. Вслед за цветком появилась зависть, вслед за завистью развился плод, и тогда увидели, что это миндаль. Другие говорят, что на этом посохе было несколько цветков. Первый цветок остался так навечно, а вот другой цветок, ведь для того, чтобы завязалась зависть, цветок должен напасть. Но этот цветок остался, а появился другой цветок, и он уже опал, завязалась зависть, и появился плод. Почему плод миндаля, а ничего нибудь другого? Отвечает Раша, это дерево расцветает, имеется ввиду в стране Израиля, и в подобного рода близких по климату странах, оно расцветает раньше других плодов и деревьев. В Росисраэль уже в конце января можно видеть цветы миндаля. В конце января все еще находятся в зимней спячке, только-только-только готовят соки на то, чтобы пустить цветение, а миндаль уже цветет во всем, он самый первый. Раньше других плодовых деревьев он цветет. Так же быстро настигает наказание тех, кто необоснованно претендует на священство. То есть здесь был намек на не просто неотменность наказания, но и на то, что оно придет немедленно. Равиш в своем комментарии подчеркивает другую сторону, что на вопрос, почему именно колено леви выбрано из всех остальных колен. Ну, на это два ответа. Первый ответ, потому что Всевышний выбрал. А если мы спросим, а позволено ли нам знать на основе чего Всевышний выбрал, в общем-то понятно, что после того, как Всевышний выбрал, нет больше вопросов, но хотя бы для интереса, почему именно колено. вот здесь если сравнить характер колена леви, который проявился в ряде ситуаций, прежде всего в истории с золотым тельцом и свойства миндаля, то можно увидеть определенное подобие. миндаль своими качествами то, что он в то время, когда все еще только спят, только думают, только раскачиваются, а он уже настолько быстро собрав все соки, а он уже цветет, подобным образом провели себя и сыны леви в истории с золотым тельцом, когда с одной стороны первенцы запятнали себя, те, кто служили в храме раньше, первенцы, которые участвовали в жертвоприношениях и в праздницах вокруг золотого тельца, а левиты не только что в этом не участвовали, но и очень быстро, моментально отреагировали на призыв мужа «Миля Ашемила и кто за Бога ко мне?» И они моментально отреагировали это так же, как моментально, как только чуть-чуть спадает холод, как только чуть-чуть уходит холод, миндаль начинает свисти. В этом был намек всем, почему именно колено леви, а не какой-нибудь другой. И вот теперь в 18 главе мы чувствуем резкое изменение темы. Закончилось повествование о бунте Короха, и Тора переходит к различным правам и привилегиям, которые есть у колена леви. Подробно, подробно перечисляй. И сказал Бог Ааруна, «Вот я передаю тебе все возносимые дары от всех святынь сынов Израиля. Тебе даю я их как посвящение и твоим сыновьям как вечную привилегию. Вот что принадлежит тебе и святого святых из огня. Всякая их жертва, любое хлебное подношение и их искупительные жертвы, все повинные жертвы, которые они отдают мне, святое святых, это будет тебе и твоим смертным. Самое первое. Когда человек приносит очистительную жертву за грех или повинную жертву, хатат или ашан, то жертву нужно зарезать, ее кровью укропят жертвенник, внутренние части сжигаются на жертвеннике, а мясо должны съесть куаним священники. И это не просто их привилегия, что они имеют со своей службы, они имеют кусок мяса? Нет. А сам момент искупления этой жертвы приносится очистительная жертва за грех. Она должна очистить человека от последствий греха. Когда происходит это очищение? Когда закалывается животное? Нет. Когда его кровь укропят жертвенник? Нет. Когда сжигают внутренние части? Нет. А когда куаним ухлиму баалим и ткаприм? Так говорит Талмуд в тот момент, когда куаним едят это мясо, именно вот этот момент искупления для хозяев. Это первое право и то же самое меноход, то есть хлебные предложения, хлебные приношения, они тоже принадлежат куаним, они должны их есть. Вы должны есть их в святом месте. Каждый мужчина может их есть. От всех возносимых жертв сынов Израиля я даровал тебе и твоим сыновьям, твоим дочерям с тобой их вечную привилегию. Как говорят мудрецы, куаним мишу хан гавуа казаху. То есть то, что куаним едят, это не то, что это не мясо, которое приносит хозяин жертвы коину, это жертва, которую хозяин приносит Богу, а коин получает ее со стола Всевышнего. Это не выплата израильтянина коина. Это то, что дает Всевышний со своего стола коина. Каждый из твоих домашних, кто чист, может его есть. Первые плоды от всего, что есть в их земле, которые они приносят Богу, будут твоими. Еще один дар это бекурим. Бекурим имеется ввиду первые плоды из семи видов плодов, которыми славится страна Израиля, та часть, которая принадлежит из этих семи видов плодовым деревьям, первые их плоды приносили в храм и, принеся их в храм, отдавали куаним священникам. Каждый из твоих домашних, кто чист, может это есть, может есть это. Все открывающие материнскую тробу из людей и скота будут твоими. Это уже первенцы. Первенцы скота и первенец человека. Ты примешь выкуп за первенца человека и за первенца нечистых животных, также принимай выкуп. То есть здесь это имущественная привилегия, а именно если у человека родился сын, первенец или первенец его скота, то он должен выкупать их, они как бы принадлежат коину и следует у коина их выкупить за деньги. Но не бери выкуп за перворожденного из быков или перворожденного из овец и перворожденного из коз, то есть те три вида кошерных домашних животных, из которых приносят жертвы, вот их не выкупают. Здесь это неимущественное право коина, здесь они должны быть принесены в жертву. Их кровью окропляй жертвенник, а их мясо будет тебе. Снова по той же схеме. Жертва идет Всевышнему, а коин ест это со стола Всевышнего. И еще сказал Бог Харону, в их стране ты не получишь на дело, и не будет тебе доли среди них. Если можно было подумать, что священники оказываются привилегированным сословием, оказывается вовсе нет. Все это очень замечательно, и мясо очистительных жертв, и хлебные подношения, но самого главного, то, что в древнем мире составляло основу существования человека, землю, вот этого коин не получит. В их стране ты не получишь на дело, и не будет тебе доли среди них. Я твоя доля, и твой надел среди самов Израиля. А как же существовать, а где же будет надел? Надел в земле не получишь. Я твой надел, то есть придешь ко мне, за моим столом с моего стола будешь есть. Раши не задает этот вопрос, но этот вопрос очевиден. Почему вдруг сразу после того, как закончилось описание мятежа Короха, Тора сразу переходит резко к этому вопросу о привилегиях левитов и коинов священников? Раши дает на это аллегорический ответ, притчей. Можно уподобить этой истории о том, как царь даровал землю некому своему приближенному. Даровал, даровал, дал ему дача. Русское слово дача, откуда оно происходит? Именно от того, что князья, как в дальнейшем великие князья и цари давали земельные наделы своим служивым, дворовым, которые потом становились дворянами. Так вот, дал он дачу земельный надел своему приближенному, но не написал дарственной и не скрепил ее печатью, и не заверил в судебной палате. царь дал в чем разговор. Ну вот пришел некий человек и заявил претензии на эту землю, то есть стал требовать, чтобы землю вернули, чтобы тот приближенный, который получил эту землю, отдал ее. Сказал царь своему приближенному, так всякий, кто пожелает, теперь будут заявлять претензии, вот уж нет. Поэтому я напишу тебе дарственную грамоту и скреплю печатью и заверю ее в судебной палате. У него были все документы, чтобы никто больше не мог претендовать на твою землю. Так и здесь. Поскольку Корах оспаривал право Арона на священнослужение, теперь Тора дает Арону 24 дара священнослужения, заверяя эти дары нерушимым договором. Вот именно поэтому раздел о дарах священнослужителю расположен именно здесь, сразу после рассказа о мятеже Кораха. То есть Тора здесь как бы записывает и закрепляет печатью и заверяет это в судебной палате все права куаним, все права священников, против которых выступал Корах. Ведь лозунги Кораха были вся община, все святы и среди них пребывает Бог. Почему же вы, то есть мушевый Арон, почему же вы возноситесь над общиной? Почему есть вообще кто-то, кто стоит над общиной, он имеет поэтому какие-то привилегии, только он может приносить жертвы, только он получает все эти дары? Все равны. После такого бунта, после таких претензий Всевышний закрепляет права Арона, иными словами нового здесь ничего не сказано. Все эти права уже были записаны в других частях Тора, но здесь они повторяются уже для того, чтобы закрепить эти права после бунта. А сынам Леви, и здесь Тора переходит от Куаним, от семейства Арона, священника, переходит ко всему колену Леви. А сынам Леви я дал в удел всякую десятину народа Израиля за их службу, которую они несут, служа при шатре собрания. А Куаним не сказано, что они будут есть со стола Всевышнего. Они будут получать десятину, значит десятину, десятину от того, что произрастает земля, каждый человек десятую часть своего урожая должен будет отдавать колену Леви. Кому-нибудь из представителей колена Леви, неважно кому. И это будет плата за их службу, которую они несут, служа при шатре собрания. И пусть сыновья Израиля больше не приближаются к шатру собрания, чтобы не навлечь на себя грех и не умереть. Кто заинтересован в этой службе, кому нужна эта служба, прежде всего всему народу. Потому что если левиты не будут служить, их самая первая служба это охрана святилища, это охрана соборного шатра. С тем, чтобы не дать людям, которые не принадлежат колену Леви, не дать им приблизиться к священнослужению, в этом интерес самих людей. потому что в тот момент, когда человек, который не имеет отношения к служению в храме, попытается это сделать, то исход будет летальным. Что уже было доказано и не раз. В том числе в ходе бунта Короха. Поэтому в том, чтобы было здесь, чтобы была здесь охрана, подобно тому, как если есть минное поле. кто заинтересован в том, чтобы это минное поле охранялось? Прежде всего народ. Он заинтересован в том, чтобы его туда не пускали, потому что если его туда пустят, то взорвется. Пусть левиты служат при шатреже от брания, и они несут ответственность за их вину. То есть, если левиты не досмотрят, и кто-то из сынов Израиля приблизится к храму и попытается сделать там то, что ему не положено делать, и понесет за это наказание это будет вина левитов, потому что они не досмотрели. А надел среди сыновей Израиля они не получат. Так же, как и Куаним землю левиты не получают. Так как я назначил левитам в удел десятину сынов Израиля, поэтому я сказал им, они не получат надел среди сынов Израиля. То есть, вместо того, чтобы получить надел земли, и как все остальные обрабатывать землю и питаться урожаем земли, вместо этого левиты целиком и полностью посвящают себя службе в храме, а их питание за счет всего народа, они выделяют от себя десятую часть, десятую часть всего урожая. И сказал Бог Мушек, говорили левитам и сказали им, когда вы будете брать у сыновей Израиля десятину, которую я дал вам в удел от них, то возносите от нее возношение. Возношение это немножко неуклюжий перевод термина труна, который есть в оригинале. то возносите возношение Богу десятину стоят десятины. Так и вы возносите возношение Богу от ваших десятин, которые вы будете брать у сыновей Израиля, будете давать их хорону священнику. Иными словами, что здесь сказано? Что когда левиты будут принимать десятину у сынов Израиля, как у Израиль жертвует возношение коему со своего гумна и давины, так и вы жертвуете из вашей десятины, потому что она ваше дело. То есть каждый земледелец он дает прежде всего возношение трума священникам, как было сказано раньше, все возношения. Сколько это не указана норма, как под доброте своего сердца, сколько захочет. Затем он отдает десятую часть левитам. Левитам эта десятая часть служит вместо урожая с их удела. Нет у них удела, нет у них земли, вместо этого они получают паек. Из этого и паека они тоже должны дать что-то куани. Причем в отличие от простого земледельца у левита есть порядочная норма, он должен дать десятину. Он получает сам десятину от земледельца и от этой десятины поделяет десятину, то есть одну сотую урожая. точнее чуть меньше одной сотой потому что от ста процентов урожая нужно еще отнять то самое возношение трума или как называют еще трума кдуна, которое земледельец дает прямо коин. Аравирш обращает внимание на то, что сказано я дал всякую десятину народа Израиля за их службу. Иными словами это их компенсация им за службу в храме. Но коли это моя зарплата я же не обязан работать чтобы получать зарплату. В принципе я могу решить что у меня есть более важные дела в жизни и прекратить работу зная что тогда мне не заплатят зарплату. Если я хочу зарплату я работаю. Могу я поступить со зарплатой чтобы не работать. Значит ли это что тоже право имеют левиты? Нет. Несмотря на то что левит получает компенсацию за исполняемую службу он не может уклониться от этой службы отказавшись от компенсации. Он должен исполнять ее даже если не получает никакой десятины. Почему? Где здесь логика? Ведь логика говорит что если я получаю зарплату за работу то отказываясь от зарплаты я не обязан работать. Почему же здесь работать обязан? Даже если не хочет зарплаты. Объясняет Раввир такой порядок возможен благодаря тому что ни один левит не имеет прямого личного права на десятину. И распределение десятины осуществляется по желанию того кто обязан ее отделять. А он же может отдать ее любому левиту кому захочет. То есть левит не может прийти и сказать земледельцу своему соседу Хаим ты снял урожай пожалуйста десятину свою. Я левит ему сказать ты левит замечательный я не обязан давать тебе. Я обязан давать десятину кому ты из левитов. При всем моем уважении к тебе знаешь у меня есть зять который левит так я уж ты извини отдам ему или еще какое-то то что называется туват анаа то есть возможность распределения десятины она остается у хозяина. Таким образом в принципе левит который работает честно несет службу при храме в общем итоге может десятину и не получить ибо дадут это другим левитам а он останется без нее стало быть взаимной зависимости между службой в храме и десятиной нет поэтому и нет возможности у левита отказаться от службы в храме отказавшись от десятиной служить в храме он обязан более того еще одно доказательство что левит должен нести службы даже в год шмиты в год шмиты когда весь урожай считается бесхозным с одной стороны вообще в этот год не сеет а то что выросло само оно бесхозно любой может взять это а если любой может взять это бесхозное имущество от него нет обязанности отделять десятину стало быть в этот год левиты от еврейских земледельцев ничего не получают и все равно в этот год они обязаны нести службу в храме следовательно у него не остается десятина одним словом право на десятину условно оно обусловлено доброй волей земледельца а вот обязанность служить она безусловно следует к этому добавить еще не забывать что так же как и коины все левиты не получают на дело среди сынов Израиля земли у них нет десятина положена им в качестве компенсации за службу которую они совершают для общества общество в этом заинтересовано в их службе но они должны отказаться от всяких притязаний на наследование какой бы то ни было части национальной земли таким образом материальное положение левитов никоим образом не является привилегированным то есть если можно было бы ожидать что законодательство Моше выделит священников так как это было например в древнем Египте который рассказывает что когда во времена Йосефа был голод в Египте то всем египтянам пришлось закабалить свои земли отдав их фараону отныне фараон становился хозяином всей земли а бывшие владельцы должны были обрабатывать землю отдавать ему часть урожая как истинному владельцу была объявлена национальная собственность но не на все земли Египта были земли которые остались в частной собственности какие говорит Тора это были земли принадлежащие священникам жрецам и храмам поскольку у них поскольку они получали паек от фараона на их содержание то не было необходимости продавать продавать свои земли таким образом жречество в Египте было привилегированным классом с одной стороны оно кормилось оно было на зарплате у фараона а с другой стороны оно имело еще свои обширные земли могло кормиться с этих земель тоже что касается левитов то с ними все так не получается да они получают они получают десятину как как племя они получают десятину но не факт что каждый из них получит они получают десятину а земельного надела не имеют поэтому писание неоднократно поручает колено леви милосердию и доброй воле народа ставя их в этом отношении левитов в один ряд с пришельцем сиротой и вдовой то есть самые 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 незащищенные самые социально социоэкономически слабые позиции это пришелец вдова сирота и левит о которых люди обязаны заботиться о которых люди должны кормить по своей доброй воле поскольку своего у них скорее всего нет здесь я хочу вернуться к вопросу который уже поднимал Раши вопрос повторяет еще и Барбанель чуть-чуть заостряя его почему Тора говорит о привилегиях Куаним и Левитов кстати Раши задал этот вопрос только по отношению к привилегиям Куаним а Барбанель говорит обо всем и о Куаним и о Левитах в принципе этот вопрос об их привилегиях следовало бы освещать не здесь а в книге Ваекра там есть целый ряд глав в которых перечисляются и обязанности священников и Левитов и их привилегии и все это можно было устроить там весь Хумаш Ваекра он целиком посвящен именно служению в храме и человеку который служит в храме храму служению храму законом храма и человеку который в нем служит Левит Коин священник вплоть до того что ведь почти во всех по крайней мере в известных мне христианских переводах Торы этот Хумаш Ваекра называется Левит это главная тема так следует все вот эти вот привилегии Левитов там следует их упорядочить почему они высказаны здесь после мятежа Короха часть повторены часть только здесь высказаны в прямой в чем здесь причина попробуем разобраться итак левиты посвящают свою жизнь службе в храме земельных наделов они не получают все остальные земледельцы которые получат свои наделы в стране Израиля должны будут выделять десятину в пользу колена Леви избранная часть из левитов а именно Куаним священники из семейства Аруна они имеют еще более высокий статус они не занимаются непосредственно принесением жертв на алтаре а питание они получают более сложным путем им не приносят десятину десятину приносят левитам а левиты в свою очередь отделяют десятину от десятины и передают ее Куаним и тут вопрос зачем такой сложный порядок не проще бы было чтобы Куаним как и все остальные левиты получали бы свой паек именно так десятину пусть давали бы и левитам и Куаним почему так надо было это делать вот таким образом вот соединив эти два вопроса попытаемся ответить одним вопросом на другой так вернемся к самому началу Корах главный герой этого недельного раздела он выступает с революционными лозунгами равенства и требует упразднения различий между разными группами израильского общества все общество все святы у бутуха машем и среди них Бог почему вы выделяетесь почему вы возноситесь над собранием Божьим равенство единство все все едины все должны быть равны братство когда-то мы уже слышали оказывается все это куда более древние лозунги чем мы думали раньше это лозунги но на самом деле то за что боролся Корах это было упразднение различий внутри своего собственного колена внутри колена леви он будучи левитом ничего не имел против того что колено леви выделено из всего остального народа и имеет привилегию служения в храме то с чем он боролся это неравенство внутри своего племя он хотел иметь права на священничество на принесение жертв наряду с Аароном и его семейством или вместо них чтобы любой левит имел право приносить жертву и прежде всего то есть лозунг был общего равенства а конкретная борьба была за равенство внутри одной элитарной группы но так или иначе лозунги были лозунгами равенства и единства вот все те различия которые корох пытался отменить против которых он боролся вот они сейчас приобретают главный смысл а именно священники отличаются от левитов прежде всего служба в храме если левиты это младший обслуживающий персонал то священники непосредственно заняты самой святой святых они приносят жертвы на алтай еще одно различие про них сказано про них Всевышний говорит я твоя доля и твой надел земли ты не имеешь священник надела ты не имеешь я твой надел ну и словами приходи ко мне меня за столом будешь есть так говорят мудрецы то что получают коаним они получают не от народа они получают то что народ дает богу а бог дает это коаним ими словами получается что они как бы принимают жертвы народа израиля от имени Всевышнего они едят мясо жертвенных животных они едят хлебные полиношения по поводу левитов такого не сказано нигде левитам не сказано никогда Всевышний левитам не говорил что я ваш удел им сказано другое а сынам леви я дал в удел всякую десятину народу Израиля за их службу получаете десятину вместо у вас нет надела земельного получаете десятину десятина не просто десятина она за службу а кому они несут эту службу кто платит им эту десятину они на службе у Всевышнего или они на службе у народа Израиля на службе у народа Израиля безусловно как это сказано еще как Всевышний сказал Арону а я взял ваших братьев левитов из среды сынов Израиля для исполнения работ в предсоборном шатре. И из среды народа Израиля были выбраны те, которые должны нести службу вместо них. Нигде куаним не сказано, что они получают мясо жертвенных животных как компенсацию, как вознаграждение за службу в храме. Нет, это они получают с стола Всевышнего. А левиты, они получают плату, плату от народа за то, что они несут службу при храме. Эта служба, служба народная. Иными словами, весь народ целиком не посвящает свою жизнь, духовной жизни. Прежде всего, потому что кормиться надо. Кормиться надо, это значит, что нужно пахать землю, сеять, собирать урожай. Это все работа. Народ выделяет в качестве своих уполномоченных одно колено. Колено леви. Они вместо него будут нести службу в храме. И, помимо всего прочего, сказано в нескольких местах, они же будут нести за ответственность за то, чтобы никто из народа Израиля к храмовой службе не подходил. За эту службу, и за охрану, и за все остальные вещи, которые делали левиты, что они еще делали? Они носили переносной храм во время походов, они пели во время принесения жертвоприношений, обслуживали храм. За всю эту службу они получают плату. Это десятина, которую дают им земледельцы из народа Израиля. И вот после этого получается так, что Куаним, они как бы представители Всевышнего в этом мире. Всевышний скрыт от глаз. Он не проявляет себя в этом мире. Мы приносим ему жертвоприношения. А каким образом он их принимает? Куаним едят, как говорит Талмуд, Куаним едят с его стола. Они его представители. Они едят мясо этих жертвенных животных. Они едят хлебные поножения. А левиты, левиты они представители народа Израиля. То есть все это устройство, оно призвано создать вот это вот единение. Единение Всевышнего с народом Израиля. И смычка происходит через то, что называется Трумат массы Р. Десятина от десятины. Когда левит, получивший десятину в качестве платы за свою работу, отделяет от этой десятины свою десятину и передает ее Куану, вот здесь и происходит та самая смычка, тот контакт и смычка между представителями Всевышнего в этом мире, в храме, и между представителями народа Израиля в том же самом храме. Корах хотел все это отменить. Корах ратовал за полное равенство. Никаких разделений, никаких разных статусов. Все должны быть одинаковы, равны. Очень современно звучит. Сегодня тоже это одна из главных, один из главных лозунгов современного общества. Сметение всех и всяческих барьеров, полное абсолютно равенство, одинаково, все равны, все национальности равны, все культуры равны, мужчины с женщинами равны, девочки с мальчиками равны, люди с животными равны, все абсолютно равны, все одинаковы. Долой все различия. Сказано в святых книгах, что ситрадык душа, то есть добро, святость, начинается с разделения, начинает с разделения, а заканчивает единством. Иными словами, для того, чтобы достигнуть полного единства, должно быть вот это вот четкое разделение. Есть Куаним, есть Левиты, есть весь народ Израиля. Каждый на своем месте. Задачи у всех разные. Эти пашут землю, эти работают в храме, представляя земли пашцев, эти принимают жертвоприношение, представляя здесь Всевышнего. У каждого свой статус, у каждого свои права и свои обязанности. И никто не переходит эту черту. Все это вместе, вот это вот четкое разделение и четкое различие позволяет создать систему полного единства, в которой все сливается в одно гармоничное целое. От простого землепашца до возвышенного коина. И все это вместе приближается к Всевышнему единение народа Израиля со своим Богом. Наоборот, ситра-ахра, другая сторона, зло, там все наоборот. Зло, сказано в святых книгах, начинает с единства. Все равны. Свобода, равенство, братство, все равны, все одинаковы. Нет никаких развлечений. Но только кончает оно разделением. Кончается все тем, что все едят друг друга поедом. И все разделяются на группы и группки и группировки. И кончается тотальной войной всех, всех против всех. Это путь ситра-ахра. Когда все начинается с полного равенства, а заканчивается жуткой враждой. И жутким разделением. Скажем несколько слов по поводу законов Трумот и Маасрот, которые здесь помянуты. С точки зрения закона, в которой запрещено есть плоды, растения, которые выросли на территории Эр-Сесраэль, страны Израиля, если от них не были отделены Трумот и Маасрот. Трумот-возношение и Десятину. Если неизвестно точно, если есть сомнения, отделены или не отделены, есть тоже нельзя. Без отделения Трумот-Маасрот только в данном случае отделяются без благословения. Что включается? Порядок отделения следующий. Прежде всего есть Трумакдула, большая Трума, есть Мааср-Ишон, первая Десятина Мааср-Шини, вторая Десятина, есть Мааср-Ани, Десятина Бедных, Бедняков. Во времена Храма как было? Большая Трума, то есть небольшое, определенное количество, ненормированное количество, сколько-нибудь, мудрецы установили, желательно, чтобы это было в рамках в районе двух процентов, чуть больше, чуть меньше, в общем-то в районе двух процентов отдавалось землепашцами сразу Коэнам. Это Трума Гдула, большая Трума. Десятина отдавалась Левитам. Левиты, как мы говорили, Десятину от Десятины, то есть чуть меньше одного процента, 0,98% отдавали Коэнам, священникам. Что касается Моасер Ани и Моасер Шиней, то они, то есть вторая Десятина или Десятина Бедняков, то они чередовались. А именно, если мы возьмем цикл Шмиты от 1-7 года до 2-го, то в 1-й, 2-й, 4-й и 5-й год отделялся Моасер Шиней, то есть вторая Десятина, и она предназначалась для того, чтобы съесть ее, питаться этими плодами, когда человек приходит в Иерусалим, принести их в Иерусалим и там их съесть, а каждый время обязан приходить в Иерусалим на праздники, на Рыгалим. Вторая возможность – это продать эти плоды, выручить за них деньги, деньги принести в Иерусалим удобнее, чем нести с собой плоды, и там потратить эти деньги на свое пропитание во время праздников. А в 3-й и 6-й год цикла вместо 2-й Десятины приносилась Десятина бедняков Моасер Ани и отдавалась она по назначению бедняка. На данный момент такой порядок не реализуется, потому что для того, чтобы Куаним ели Труму и Трума Акдулла и Трума Атмосер и Десятина от Десятины, которые дают им Левиты, они должны быть в состоянии духовной чистоты, Тара, которой нет, и поэтому не только что они не могут, им строжайше запрещено есть Труму. Поэтому все, что нам остается, эту Труму отделить и затем ее не предавать Куану, а уничтожить. То есть сначала отделяется, значит, отделяется чуть больше, чем одно, чем одна сотая от плодов, которые выросли в Эрис Исраиль. Одна сотая получает статус Трума Атмосер, то есть Десятина от Десятины, то, что Левиты должны были передать Куану, а то, что чуть больше одной сотой, получает статус Трума Акдула, большой Трумы. Все это вместо того, все эти чуть больше одного процента, все это вместо того, чтобы передать это Куану, мы это заворачиваем в целлофан и уничтожаем. Десятина первая, масса Исраильса, он Левитам не отдается, потому что чтобы Левит ее получил, он должен, прежде всего, доказать, что он действительно Левит, что нереально. Ей только обозначается место, например, потому что иначе невозможно отделить Десятину от Десятины, потому что, чтобы Десятина была на каком-то, нужно на нее указать вот эта Десятина. Поэтому, обычно говоря, эта Десятина находится, скажем, в северной стороне плодов, от которых я сейчас отделяю, после этого можно от них уже отделить чуть больше одной сотой. Что касается второго масса Исра, второй Десятины, то она выкупается на монету и уже, так сказать, отдельная тема, что дальше делается с этой монетой. За неимением времени в этот вопрос не будем входить, но вот это примерный порядок отделения Турмот и Масрот в наше время, до тех пор, пока храм не построился. Масрот, когда храм построился, вернемся к прежним порядкам, когда будет Тара, когда Турма будет даваться Коинам, Ама-Асер-Левитам. Пусть это произойдет чем раньше, чем скорее, тем лучше. Турма-Асер-Левитам.